Железная логика То есть они никак не могут отвлечься от подсчета голосов Но на самом деле там происходят очень интересные события Там, например, Дональд Трамп накануне выступил с обращением Где сказал, что нужно считать только те голоса, которые законные А те, которые незаконные, считать не нужно И когда он начал говорить о том, что многие голоса там были вбросы и так далее Телеканалы прервали вещание Да, Сергей Александрович, представляете? Да, и что там еще случилось дальше? Прервали вещание И такого, говорят, раньше никогда не было Чтобы обращение президента США прервали на середине Когда он начинал говорить то, что в принципе невыгодно другому его конкуренту И в этот момент многие заговорили о том, что чувствуется, что Трамп, конечно, теряет власть Утекает она между пальцев у него Ну, во-первых, как я вчера и говорил, да, конечно, бюрократический аппарат Он не будет поддерживать того президента, который, во-первых, они и так не любят А во-вторых, у которого власть уже, так сказать, вываливается из рук Вот, это первое Но второе, вот что интересно Фактически ведь это называется саботаж Это называется саботаж Тоже к вопросу вообще о законности всего происходящего О том, что в штатах демократии О том, что в штатах, так сказать, закон превыше всего Мы видим, как правящий класс просто-напросто валит нынешнего президента Просто валит его, да Вот, уже фактически Пренебрегая и законом, и его полномочиями, и президентскими, и все И всем, так сказать, всем, что с этим связано То есть они невероятно обрадовались Потому, что, как бы, да, можно Можно учитывая, так сказать В общем, достаточно небольшое преимущество Байдена Можно Можно Трампа завалить И они валят его, так сказать, с этим самым С большой радостью Еще вчера, еще раз повторю, мы еще вчера говорили о том, что Маловероятно, что у Трампа что-то получится Хотя, конечно, он будет подавать И я знаю, что в нескольких штатах они уже подали, так сказать, эти иски А несколько штатов отказали ему, кстати говоря, да В том, чтобы эти иски принимать Но уже вчера я говорил, что вот те люди, которые саботировали его деятельность Еще тогда, когда он, значит, был полноценным президентом Они тем более не станут помогать ему сейчас Они тем более будут чинить препятствия Саботировать любые распоряжения и прочее, прочее Потому, что они понимают, что он уже им ничего не сделает А вот победитель Байден и его люди, они будут только благодарны Но это интересно вот с какой точки зрения Интересно с той точки зрения, чтобы понять, что такое Соединенные Штаты Америки И какие же там, так сказать, такие процедуры на самом деле имеют значение И насколько вообще можно говорить о законности, демократии и прочее, прочее, прочее Но многие заявления о том, что были вбросы и так далее Они не подтверждаются фактами на самом деле Например, один из примеров был, что в Мичигане был вброс сразу 100 тысяч голосов Там прямо резко вырос количество голосов за демократов, за Байдена Но рассказывают, что дело в том, что там какой-то служащий ошибся И в таблицу вбил не 14 тысяч голосов за Байдена, а 140 Эту ошибку выявили и сразу исправили, но это дало повод потом уже Трампу и его людям говорить, что вот, ну, видите же Ну, тут такая штука, я думаю, что там на самом деле ошибок или откровенных фальсификаций было, видимо, достаточно Но для того, чтобы в них разобраться, вот в этой невероятно запутанной системе голосования потребуются годы Вот в чем дело Для того, чтобы проанализировать все возможные нарушения Все возможные, так сказать, какие-то ошибки, может быть, там, намеренные, ненамеренные Наверное, для этого потребуется, там, не знаю, полгода, год, как бы, может, даже больше Потому что, во-первых, а, огромное количество информации Во-вторых, б, невероятно запутанная система голосования В каждом штате свои какие-то приблуды В каждом штате своя специфика Плюс добавилось вот это вот, значит, голосование по почте Проконтролировать все эти вещи практически невозможно Я, кстати говоря, не исключаю, что именно поэтому, собственно, вот за такую систему в свое время, как бы, да И все они ратовали, потому что, ну, проверить, что-то оспорить, там, крайне сложно Крайне сложно Поэтому, наверное, там, при желании можно накопать Но вопрос в том, что ни у кого, кроме Трампа, такого желания нету Вот, поэтому никто на него работать не будет И это потребует очень длительного времени Поэтому, да, вот демократы, то есть эти республиканцы подают В нескольких штатах, так сказать, попытались оспорить голосование Но им отказали даже в пересчете голосов или в остановке подсчета голосов Просто отказали и все дела Правящий класс Америки берет реванш за победу Трампа 4 года назад За неспособность отправить его в импич Так сказать, в это, отправить его, значит, в отставку через импичмент Ведь вспомните, когда он победил, была дикая истерика, да, 4 года назад А потом, наверное, еще года полтора говорили, что вот-вот сейчас, буквально со дня на день Я думаю, что два года из этих четырех его пытались выгнать И, как бы, да, ему устраивает импичмент, они не смогли этого сделать, давайте тоже скажем, да Потом, значит, были бесконечные расследования, да, расследования, что вот он, там, агент этого Путина и прочее-прочее Тоже ничего не получилось И сейчас, конечно, они берут реванш И все попытки Трампа, как бы, оспорить, там, затормозить эту ситуацию Они будут блокировать, несомненно Но другой вопрос, еще раз говорю, это тоже важно и интересно для нас Для того, чтобы мы никаких иллюзий по поводу американской системы не имели Все, правящий класс валит президента Это, в общем-то, закон избранного И, кстати, если честно, я думаю, что такого недоброжелательной атмосферы Такого, так сказать, количества препон и проблем, которые было у Трампа за четыре года его правления Ну, наверное, давно уже не было ни у кого из американских президентов Несмотря на это, в общем, ему удалось кое-чего добиться Там, в том числе, в той же самой экономике Но сейчас все, да, как бы, вопрос в том, так сказать Как, насколько он, насколько он сможет протянуть эту ситуацию скандала Насколько он сможет громко хлопнуть дверью Но ему постараются, так сказать, конечно, максимально усложнить любые попытки оспорить Вопрос только в том, а как это будет развиваться дальше Примут ли это избиратели Трампа Ну, видимо, они примут им деваться просто некуда Но, видимо, такая злоба какая-то затаится Потому что это все слишком очевидно Слишком очевидно Тут вот какая штука Тут, если бы они разобрали все претензии Трампа И везде бы макнули, как бы, его и его команду, значит, мордой, так сказать, в дерьмо И сказали бы, ничего не получали Вот как с этой штукой, да Как вот с этим случаем, которым вы сказали Тогда было, тогда, как бы, можно было бы сказать, что это, что это, так сказать Даже победа демократов и все такое прочее Но они, скорее всего, даже и разбираться не будут Вот то, что во многих штатах им просто отказывают Просто не хотят даже вообще разбираться И это оставит ощущение того, что, значит, какие-то проблемы были Какие-то, значит, нарушения были Но нынешние власти уже просто саботируют все решения Трампа и так далее Поэтому для меня интересно вот, что только Насколько Трамп громко сможет хлопнуть дверью И второе, какое это будет иметь значение Какие это будут иметь последствия для дальнейшего политического процесса в Штатах То есть, грубо говоря, условные трамписты, да Смогут ли они вот это свое недовольство И вот эти свои предпочтения Или, наоборот, непредпочтения Каким-то образом, значит, в организационной форме Как бы реализовать в дальнейшем И что будет делать сам Трамп? Он просто сейчас вот уедет, да Из Белого дома, как бы, да, закроется где-нибудь В своей башне в каком-нибудь Трамп-тауэре И будет всех оттуда иногда поливать грязью, как бы, да Или просто перейдет к этой самой, к тихой жизни Вот, или он что-то попробует Попробует как-то вот в общественно-политическом плане предпринять Вот это главный вопрос Ну, вообще, мне кажется, сложно после того, как ты четыре года В такой борьбе был Ну, мне кажется, что он испытывал какое-то определенное чувство драйва От силы происходящего Ну, с другой стороны, да Я думаю, что, конечно, для него это, скорее всего, будет конец Политической карьеры вот в таком виде Потому что трудно поверить в то, что он может в 2024 году вернуться Слишком много сил на это уходит Или быть системным республиканским политиком Да, он все-таки человек немолодой Или быть системным республиканским политиком Или прочее, прочее Ну, посмотрим Но смысл даже уже не лично в нем А в том, сможет ли он как-то вот поддержать некое вот Протрампистское движение Ну, вопрос там Там же в Америке тоже все как бы Ну, все должно иметь какую-то цель С какой-то целью Например, скажем Но если Трамп оставаться в политике То с какой целью? С какой целью? То есть что делать? Хотя, вы знаете, вот, например, Обама Вот после того, как два срока, значит, был президентом Он ушел И какое-то время его не было видно Вообще Хиллари Клинтон проиграла В общем, это, значит, легла тень и на Обаму Потому что вроде бы как с ней проиграла и Обама Потому что Обама ее активно поддерживал Но потом, знаете, на фоне критики Трампа Обама опять стал появляться А вот сейчас вот в эту избирательную кампанию Он еще очень активно вылез И стал постоянно что-то комментировать, призывать, говорить В качестве дуагена, да? Да-да-да-да То есть он вот поддерживал, значит, уже Байдена И так достаточно активно светился на экранах И, в общем, какой-то политической деятельностью занимался Нельзя сказать, что он совсем пропал Поэтому, кто знает, это вопрос от личной мотивации Трампа Хотя Трамп такой человек, конечно, который может, видимо, все послать это все И сказать им всем Пошли вы, значит, ну, по соответствующим маршрутам Мне и так неплохо В общем, для него, надо сказать, что для него Для его, значит, для его, что называется, карьеры Конечно, все равно вот это президентство было пиком И, в общем, он может себя считать по американским меркам Очень успешным человеком Потому что, во-первых, а, он вопреки правящему классу победил на прошлых выборах Б, а этому правящему классу так и не удалось скинуть его, так сказать, да Из президентского кресла И В, да, сейчас он проигрывает, но проигрывает с очень небольшим отрывом С очень небольшим отрывом, как бы, да Все говорили о том, в начале четырех лет Его противники, демократы, говорили о том, что вот, ну, он провалится Это абсолютно точно Вот это, как бы, будет абсолютно неуспешная история А ее нельзя назвать совсем неуспешной, я должен сказать Нельзя Он достиг определенных результатов И к выборам он подошел достойно Он проигрывает, но достаточно достойно Даже если сейчас просто принять все эти результаты Без всяких там пересчетов там, да И прочих-прочих там этих разбирательств Он очень неплохо показал себя Он фактически, ну, был на грани победы Несмотря на взверское совершенно давление Все четыре года, поэтому для него, конечно, это была Я бы даже сказал, история успеха Потому что вообще переизбраться на второй срок Это далеко не всем там дано Очень немного президентов американских переизбирались на второй срок Это вовсе не закономерность Вот там, типа, взял и обязательно два срока просидел Тем более, все было против него И коронавирус, и все, что хотите Да, все было против него Да, опять же, тот же самый коронавирус Но кто мог это предсказать А представьте, например, вот представьте себе ситуацию Вот Трамп и все, что с ним происходит Но вот нет коронавируса Я думаю, что он мог бы победить запросто Потому что, конечно, по коронавирусу Демократы отработали по полной программе А сейчас, кстати, все пропала Эта тема из прессы американских Она уже не нужна То есть коронавирус-то, вы знаете, его не вылечили пока еще Он есть, отлично, там все умирают, что хотите Вообще ноль эмоций А потому что уже все Байден готовится заступить, так сказать, на вахту, что называется Ему это не нужно Вот на CNN раньше, вы помните, было полэкрана уделено Сколько умерло Сейчас вообще все уже нет А никого не интересует Уже все, конечно Потому что дальше будет Новый президент уже Да, дальше будет новый президент А он, между прочим, обещал очень быстро справиться с этой проблемой Он все время носил маску Поэтому Байден носил маску Поэтому эпидемией быть не должно Вот, собственно, и все Вот и все, все это как бы, ну, не более чем, значит, такой политический спектакль А что касается Трампа, я еще раз повторю Я считаю, что он, конечно, выступил довольно успешно Довольно успешно Вот И я думаю, что это будет иметь значение и для внутренней политики В Америке в дальнейшем В том числе Ну и, кстати говоря, кстати говоря Вот эти все штуки, так сказать, которые связаны с этими волнениями Конечно, надо понимать, что это очень серьезно повлияло на расслоение Американского общества Причем по принципу, ну, почти что идеологическому Потому что такого, как бы, вот противостояния Такого, так сказать, уровня конфликтности там давно не было Отмечаю также, что Трамп сейчас пишет довольно истеричные твиты Типа, остановите подсчет И пришедшие после выборов бюллетени не считаются Но вот это остановите подсчет, это странный твит Потому что, если сейчас остановить подсчет То Трамп некоторые штаты потеряет Где он лидирует Ну, я думаю, что он там, может быть, так сказать, тоже находится Он находится, да, не в самом адекватном состоянии В конце концов И все эти, так сказать Напряженные дни избирательной кампании И вообще, если честно Так я бы никому не позавидовал бы То есть никому не пожелал бы быть на его месте Почему? Потому что это очень сильное давление Конечно, да, психологическое Ну, да, он там что-то пишет, так сказать Может быть, что-то у них получится Но, видимо, значит, истеблишмент его сливает Я смотрю, как по CNN все улыбаются Все эти голливудские твари И все эти, так сказать Как их назвать Ну, вы знаете, как я обычно их называю Все они, так сказать, всем им очень хорошо Но это не значит, что так же хорошо будет и дальше Потому что какое-то время немножко Байдену удастся потянуть вот эту тему Что во всем виноват Трамп И он все разрушил А дальше-то будет, конечно, встреча с действительностью Несомненно Когда они говорят, за кого голосовали Это же довольно странно Столько сложностей представить Да, это в той самой стране, которая говорит Ну, что ж, у нас абсолютная толерантность к любому политическому мнению У нас вообще такая традиция демократии Что вам и не снилось Что наши люди совершенно, так сказать Имеют другой подход к этим вещам Они терпимы к любым другим взглядам Вот мы видим, как они терпимы к другим взглядам Человек, он человек и есть Вот эта натура человеческая Она вылезает очень быстро Вся вот эта вот всякая мишуратовская Да, вся вот эта позолота Так сказать Все это покрытие Оно очень быстро стирается Как только начинается трение С какими-то реальными Реальными жизненными проблемами Вот, но вообще Я думаю, что вот Трамповский электорат Чувствует себя ущемленным Обиженным Да, и чувствует себя, конечно Раздраженным И я думаю, что вот это вот ощущение, конечно Ну, грубо говоря Чувство мести Оно будет превалировать Да, у этих людей Вне всякого сомнения Вот, посмотрим, во что это выльется Я думаю, что им не дадут, конечно Это как-то организационно оформить С точки зрения политических партий Мы вчера с вами довольно долго говорили о том Что, в принципе, в Америке Напрашиваются новые политические партии А вот когда вы говорите Ну, мы тут обсуждаем Что Трамп может сделать Трамп по идее мог бы образовать Собственную политическую партию Вот, другой вопрос Что ему для этого придется Серьезно поругаться С республиканцами Потому что эта политическая партия Будет у республиканцев Отъедать кусок избирателей Причем значительный Вот И найти где-то спонсоров Вот это дело Я думаю, что он найдет спонсоров Да, вот Для того, чтобы объявить об этом Для того, чтобы организовать это Я думаю, что Деньги какие-то найдутся Для этого не надо Слишком много денег Вот Все же, так сказать, знают И мы тут тоже это обсуждали Что, например Демократы потратили там Не знаю Что-то там В 10, что ли, раз Больше денег на СМИ Чем этот самый Чем Трамп И Трамп, тем не менее Вышел почти что Ноздря в ноздрю с Байденом Да То есть это означает Что сейчас Вот пока Вообще, если он хочет Что-то продолжить То надо, значит Ковать железо Не отходя от кассы Что называется Да Потому что пока Вот это вот Все это еще горячо Трамп Трамп может сейчас Уйти Уйти с поста Президента И сказать Что он Собирает собственную партию И пока Вот на этих горячих эмоциях Он может За небольшие деньги Собрать Довольно Довольно Так сказать Значимую организацию Политическую Вопрос в том Решится ли он на это Первое И второе А зачем ему это И что он будет С этим делать дальше Потому что Здесь его может Подвести Вот этот вот Повсеместный Для Америки Бизнес-подход Ну хорошо Вот ты собрал их Их сейчас можно собрать А дальше Что с ними делать Да То есть можно собрать И что Как бы да Не очень понятно Не очень понятно Что именно Вот А так-то вообще Я думаю Что вот на этой горячей теме Вот на этих эмоциях Которые сейчас Вот просто кипят Бурлят Вот он сейчас может уйти И сказать Нас обманули Вот простейшая вещь Он сказать Значит мои избиратели Американцы Простые американцы Нас Вас обманули Вас обманули Как бы да В стране Как бы вообще Так сказать Заговор Переворот Все такое прочее Да я ухожу С поста президента И так далее И так далее Но я призываю всех Там объединиться Там Под моим именем И так далее И я думаю Что он сейчас вот Сколотит моментально Причем ему и деньги Даже особо на это Не понадобятся Вопрос только в том Что с этим дальше делать Дальше то что Следующий шаг какой-то Куда их вести Что с ними делать Что им говорить Как бы да К чему их применять Ну и так далее Я еще подумал Что Как на самом деле Успешно Демократы Тем не менее Провели Байдена Вот у Байдена Хорошая все-таки Карьера получилась Восемь лет Он отторабанил Вице-президентом При Обаме И потом Вот пожалуйста Всех Всем уступил Хилари Хотела пожалуйста Проходите Все что хотите Но потом все-таки Вот Да да Ну как бы потом Все-таки он Да Но посмотрим Что при нем будет Потому что Я думаю Что Я не думаю Что у него будет Какое-то простое президентство И я думаю Что Байден еще даст Ну просто немеренное Количество поводов Для критики Потому что Вообще Совершенно не факт Учитывая его положение Что он 4 года И сможет Находиться В состоянии адекватности Но кто его будет критиковать Сергей Александрович Если вы видели Вся пресса Просто игнорировала Сообщение о том Что его например Сын педофил И нигде об этом не говорил Это важное сообщение Да 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 Ну вот это тоже к вопросу О том знаете Четвертая власть Вот действительно Как бы пресса Которая между прочим Вот люди которые работают В прессе Они все Обычно Значит Претендуют на то Что вот они-то уж объективные Что они-то в авангарде Что они-то люди принципов Какие там нафиг принципы Да вот Про простейшей Энгажированности И они не замечают ничего Они не замечают ничего Ничего им не интересно Как бы лишь бы Вот своего человека С это Родному человечку Породеть Как говорится Да Вот Вот такие дела То есть Ну посмотрим Что будет с этим Вообще Это все равно Надо понимать Ничего не бывает такого Чтобы вот раз И прошло бесследно И это тоже не пройдет бесследно Например Скажем Степень дискредитации Американских СМИ В том числе в мире За вот эти вот годы И в том числе За эту кампанию Она достигла Как бы очень Серьезного Серьезного уровня Уже нет никаких авторитетов Никакие так сказать Таймсы Никакие таймы Никакие Нью-Йорк Эти самые Герли Трибюны Все может Все это до лампочки Если честно Никакие имена не работают Сергей Александрович Нам нужно сейчас Сделать небольшую паузу И мы вернемся После новостей Сергей Михеев Сергей Криньевский В студии Сергей Александрович Тут еще Отмечают Что Ну помимо того Что Байдену И Харрис Достается Страна Которая Разрушена Трампом Разрушена Трампом И коронавирусом Да-да-да Вот И хотя теперь Уже на сцене Совершенно нет никаких экранов Рассказ про коронавирус Но ситуация там Довольно сложная Например Вчера Очередной рекорд Более 100 тысяч Заражений За день Понятно Сейчас все Отвлеклись на выборы Но в целом 100 тысяч заражений за день Это не то что у нас Но пока еще Все это Во всем этом виноват Трамп Несомненно Пока да Ну еще ослабление экономики Понятное дело И хотя Байден и говорит Что вот Трамп разрушал Рабочие места И забирал их у людей Вот сейчас он придет И всем им вернет Но возможно Возвращать будет нечего Вот Интересно И конечно еще отмечают Что кризис системы И эстеблишмента Показывает Что несмотря на все Вот эти вот Преимущества Байдена А и коронавирус Ослабление экономики Да и все эти скандалы Это же были преимущества Байдена в тот момент Но это преимущества Такие стихийные Самое интересное Что это не то что там Какие-то вещи А ему просто как бы Ну это подфартило По большому счету И да И несмотря на всю помощь Со стороны Этого мощного аппарата Она не сработала То есть люди наверное Все таки перестали доверять Демократической верхушке По большому счету В какой-то степени Может быть Не знаю Я не знаю Проверим это Кстати Насчет Насчет рабочих мест Вот тоже мне интересно Сейчас же ведь довольно быстро Но это совсем скоро будет Да вот в феврале Как бы должен Байден Заступить значит На этот самый На пост президента Вот он обещал Что он будет бороться С коронавирусом Гораздо решительнее Чем Трамп Который пренебрегал Даже повязкой Ну например Что это будет означать Для людей Да Это будет означать Закрытие Массовые закрытия Например скажем Предприятия там Общепита По идее Это должно означать Введение всевозможных Как бы карантинов Должно означать На самом деле Как раз сокращение Рабочих мест Вот как он будет Из этого выбираться Я конечно уверен Что они что-нибудь наврут Такое придумают И выберутся Потому что им главное Сейчас было победить Но все равно Тоже незамеченным Это не пройдет Потому что А как можно По-другому бороться С коронавирусом Например Что демократы Ставили В вину Трампу Они ему это и ставили Они ему в вину Ставили то Что он не закрывает Города и штаты На карантин Что он не дает Так сказать Эти самые Указания Вот введения Введения Так сказать Всевозможных Более жестких мер Ограничительных И так далее И так далее По логике вещей Получается Что сейчас Байден Который обещал Быстро справиться С этим совсем Он должен это сделать Но если он это сделает Это приведет На самом деле К еще большему падению Экономики Это приведет К еще большей Потере рабочих мест К еще большим проблемам В сфере занятости Кстати говоря В том числе В сфере занятости В первую очередь Как раз Для самых неимущих Для тех Мигрантов За которых демократы Так заступаются Для тех Афроамериканцев Это самое Возмущение Которых Демократы И так далее Да Довольно серьезная Там ситуация Сейчас И отмечают Еще Мы совсем за этим Не следили Но у них там Получается резко Поляризованная Палата представителей И республиканский Сенат Демократы не смогли Взять там Необходимые два места Чтобы переломить Расклад И ультраконсервативный Верховный суд С перевесом Шесть консервативных Судей Против трех Либеральных Вот И это говорит о чем Что возможно Это все будет Происходить Президенца Байдена На фоне Определенного Паралича По крайней мере Первые два года Да В принципе Республиканцы Могут сейчас Байдена Устроить примерно То же самое Что демократы Устроили Трампу Но с одной разницей Дело в том Что республиканцы В этом смысле Далеко не так едины Как были демократы Внутри самой Республиканской партии Как известно Люди Отождествляющие себя С таким правящим классом Они в общем-то И Трампа Не сильно принимали Вот Они Значит Построились за Трампа Постольку поскольку Да Постольку поскольку У них просто не было У республиканцев Да Поэтому В принципе При нынешнем раскладе Вот и в Конгрессе И в Сенате И в Верховном суде Наверное Республиканцы Могли бы Очень серьезно Усложнить Последующие 4 года Президенство Президенство Байдена Вот Но Но Является ли Республиканцы Так консолидированы По этому вопросу Как были демократы Насколько я понимаю Нет И кстати говоря По поводу Всех разных там Импичментов И прочее По идее Например Байдену Можно было бы тоже Довольно долго Трепать нервы Кстати говоря Да Вот этим Бесконечным Скандалом Про пересчет голосов Потому что По идее Наверное Можно это Если кто-то Выделит на это денег То в принципе Довольно долго Можно еще Что-нибудь требовать Судиться Какие-нибудь Суды Там это самое Проводить А вот вы прямо Зрите в корень Трамп объявил Несколько дней назад О сборе средств Чтобы бороться С нарушениями на выборах Да Суды Какие-нибудь проводить Ну и все Что с этим связано А под это дело Может быть даже Президент Что он не имеет права Быть Значит занимает Президентский пост Ну и так далее Слушание о коррупции Например Да Можно Слушание о коррупции Требовать В конце концов У республиканцев Есть такая возможность Сына допросить Как у него дела С племянницей Все-таки Все-таки Вытянуть эти скандалы То есть Если сейчас Республиканцы Не сольются Просто не сдуются Они могут перевести Партию В долгую И очень серьезно Попортить Байдену Кровь в течение Этих четырех лет Я говорю Единственное Что не факт Что они настолько же Решительно Могут быть настроены И настолько же Консолидированы Как были демократы В отношении Байдена Потому что Все-таки Трамп Не системный кандидат И для многих Республиканцев Но его преимущество в том Что у него Огромная поддержка Огромная действительно Поддержка В общем Было бы Конечно логично Эту поддержку Как-то Республиканцам Капитализировать Для того Чтобы В конце концов Сейчас одни выборы Закончились Следующие начались Там На четыре года Вперед В двадцать четвертый год Они смотрят Да И конечно Стратическая цель Это привести Собственного президента На пост Это может быть И не Трамп вовсе Да Но Для того Чтобы это был Республиканец Надо естественно Все Все что можно Против Байдена Сейчас использовать И точно так же В конце концов Демократы показали пример Точно так же Отравлять ему существование Все четыре года Я считаю Что это вполне возможно В случае В случае с Байдером Потому что И он И демократы И все что вокруг них происходит Дает на самом деле Достаточно поводов Вопрос опять же В том что Посмотрим Проверим опять же Американский правящий класс На вшивость Сможет ли он Вот так вот взять И И консолидироваться Против Байдена А нам то что Нам в этом смысле Значит чем хуже Байдена Чем больше у них там Вот это вот Грызни Да Вот это Ну грубо говоря Вразнос Да Когда идет система Ну и хорошо Пусть они Эти значит хотели Трампа отправить в отставку Эти пусть хотят Байдена отправить в отставку Ну и ладушки Байден Среди проблем Америки Называл Через запятую Запрещенную в России ИГИЛ Он конечно не говорил Что она запрещена в России Но мы говорим Иран Башарас это отдельно И Россия Вот Это чтобы Ну примерно понимать Наверное куда он будет Ориентировать Да Я так понимаю Что главное Главная так сказать Коррекция во внешней политике Если она будет Это попытка опять Значит Навешать лапши на уши китайцам Вот то есть Сказать что Вот был плохой Трамп Который был против китайцев А теперь хороший Байден Который на самом деле Возвращается к конструктивному диалогу С китайцами Вот Но в значительной степени Ну может быть это коснется Отчасти Таких-то вопросов В торговой области Но в значительной степени Это конечно будет треп Это то же самое Что Обама Когда он приезжал в Пекин Предлагал им там На двоих поделить мир Синамерика И прочее Но это же просто разводка Это разводило И я думаю Что китайцы вряд ли на это купятся Хотя конечно Дипломатически они пойдут На эти вещи Несомненно Они будут приветствовать Все эти дела Но дело в том Что Китай В качестве Значит Серьезного соперника Как минимум Штатов Обозначили еще до Трампа Трамп просто Очень серьезно усилил Все эти акценты Трамп очень просто Радикализировал Эту ситуацию А так в общем-то Это не Трамп придумал Да Эта тенденция Конкуренция между Штатами И Китаем Она нарастала Все предыдущие годы В конце концов Вот опять же Мы вспомнили здесь Про Обаму И концепцию Синамерики Ведь китайцы не приняли ее Они не поверили Обаме Просто-напросто Да торговля Да вот ВТО Да значит это самое Бабки Да все это самое Но вот это вот Давайте типа Геополитическими партнерами станем Китайцы в это не поверили И я не думаю Что они поверят Байдену Потому что на мой взгляд Байден гораздо менее убедительен Чем Обама И вообще Мне кажется Что у всех совершенно лидеров мира Особенно крупных Сейчас вот По поводу Байдена Как-то вот Видимо это блуждает на лице Кривая усмешка Потому что вообще непонятно Как с ним вести переговоры Он ведь может вообще Выпасть в осадок Вы же не будете Не будете же например Си Цзиньпинь Или Путин Например скажем Или какие-то другие мировые лидеры Лидеры встречаться с Камалой Харрис Которая все еще может говорить Вот А вот Байден-то с ним Разговаривать Ну как бы Довольно затруднительно Может оказаться Это во-первых А во-вторых Я даже не уверен Что Байден Вот сейчас они говорят Говорят даже не уверен Что Байден готов например Отменить те торговые ограничения Которые вводил Трамп Но сейчас тоже Будет проверка на вшивость И она вот пройдет буквально В ближайшие там полгода Максимум год Вот они значит Вешали лапшу на уши Что они сейчас вот с Китаем Опять нормализуют отношения А что значит нормализовать отношения с Китаем А это например значит отказаться От всего того Что нагородил Трамп за эти 4 года А откажутся ли американцы Я сильно сомневаюсь Я сильно сомневаюсь Да а зачем им отказываться Они будут уже вести Это самое разговоры С тех позиций На которые выдвинулся Трамп Потому что это на самом деле Им выгоднее Вот и все И косвенно таким образом признают Что Трамп делал для Америки Правильное дело Ну а называть да Они могут с точки зрения риторики Наверное они сейчас будут успокаивать китайцев И говорить что все теперь Теперь все будет по-другому Вот это чудовище То есть из леса Трампа он ушел А теперь все будет хорошо Сергей Александрович И вообще Байден называет Китай и Россию Главными угрозами Америки И говорит что он собирается укреплять Пошатнувшуюся при Трампе Атлантическую солидарность Да 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 Я так понимаю что может быть он опять будет платить Все взносы в НАТО за своих союзников Посмотрим Тоже не факт кстати говоря Ну да Проверим И надо все вместе противостоять российской агрессии И чтобы Россия заплатила реальную цену за нарушение За нарушение международных норм Должна Россия все таки заплатить Ну а мы желаем Байдену Чтобы он не окочурился до конца своего президентского срока Или полностью не превратился бы в овощ Что мне кажется ему запросто может грозить Но вот что касается Байдена Что точно совершенно Чему точно так сказать совершенно У нас есть основания опасаться Это тому что Байден Учитывая особенно вот эту вот сомнительную историю его сына Он конечно особое внимание будет уделять Украине И несомненно я думаю на Украине по этому поводу Сейчас тоже среди всех антироссийских и проамериканских сил Там есть тоже наверное такое воодушевление и ликование Потому что Байден попытается Если для Трампа это был такой сюжет Ну маргинальный И Украина скорее просто создавала ему проблемы То Байден конечно может уделить этому особое внимание И стать качать тему опять же Военного сотрудничества с Украиной Втягивание Украины в систему сотрудничества с НАТО и США Причем в саму НАТО конечно Украину не примут Но будут максимально использовать ее Для нас это серьезный вызов на самом деле Потому что мы все время говорим о красных чертах Но я считаю что они давно уже перешли все эти красные черты И вот вопрос а что же мы будем делать с этой Украиной Просто наблюдать за тем как какой-нибудь Байден очередной Будет втягивать украинцев в военное сотрудничество со штатами И создавать там совершенно реальную уже военную инфраструктуру Для того чтобы угрожать России А мы будем все сидеть и смотреть И ждать пока все таки там это самое в Америке Кто нибудь да как нибудь Да вот значит протрезвеет Или что нибудь такое сделает Мне кажется вот ресурсы такой политики уже близки к полному исчерпанию Если честно Но вот такой риск есть Когда Обаму выбирали на первый срок Говорили что он очень молодой и неопытный политик И особенно отмечали его неопытность в международных делах И именно для этого нашли ему Байдена Человека уже тогда в возрасте Немолодого и очень опытного Немолодого опытного да И главное очень системного политика демократической партии Своего рода контролера Чтобы Обаму ничего не вычудил И говорят что именно Байден Очень много уделял внимания международным делам Гораздо больше чем обычно вице-президенты это делают И был довольно влиятельным человеком Но вот сейчас считается что из-за своего преклонного возраста Он не сможет такую активную роль играть И при этом говорят что Камала Харрис Она же юрист прокурора Она не занималась международными делами Я не исключаю что там сейчас знаете как разложат это дело Байдену его любимое дадут Он например вот будет заниматься тем что он любит Знает и еще пока помнит Вот международные дела Украина, Иран, Китай Все эти слова еще пока держатся в его голове Поэтому я думаю что он будет много вот этому Может много вот этому времени уделять А реальные дела В том числе внутри Америки Да Будут делать другие люди Я думаю что вот это вот очень-очень может быть Что его просто дедушку просто выставят как витрину И он будет вот это самое Заниматься Обеспечивать прикрытие американскому глобализму Да Риторическое И в том числе как бы да Ну санкционировать все эти вещи Вот А всякими такими реальными делами Как бы да В том числе дележкой денег внутри штатов И всем остальными Всеми остальными как бы важными Важными значит направлениями Будут заниматься какие-то другие люди И в этом смысле конечно Байден надо сказать Для ним подходит Вот тут что старое что малое как бы да Вот у него есть какая-то идея фикс по поводу этой внешней политики У него есть идея фикс по поводу Вот там постсоветского пространства Вот ему это и отдадут То есть видение у него есть Ему дадут его воплощать Да ему и отдадут это Пусть он вот этим и упражняется А в другие вещи не лезет Я думаю что в Америке многим это будет очень удобно И потом там еще такая штука Если он где-то будет допускать какие-то глупые промахи Оговорки на этом направлении То в общем это будет меньше заметно В Штатах Потому что их традиционно Их вопросы внешней политики все-таки интересуют меньше Чем внутренние там политики Экономики и так далее А там он пусть чудит что угодно Пусть он ездит на какую-нибудь Украину Что-нибудь там такое отморозит Как бы ну в Америке про это никто не узнает Ну и фиг с ним Вот и пусть он там курсирует Например там по это самое По городам По городам и весям с концертами Дает там эти самые всякие представления Вот но Для нас это как раз представляет опасность Потому что он может набуровить очень много чего Вот если Как бы для него это идея фикс То он будет конечно эту идею фикс Продавливать Продавливать все 4 года Поэтому какие-то такие знаете Умиротворенные настроения По этому поводу Которые у нас у некоторых есть Я думаю что они совершенно неуместны Совершенно неуместны Потому что конечно ситуация скорее всего хочется Но я говорю Я думаю что она не улучшится И сильнее для всех остальных Потому что Ну вот он там говорит Про возвращение Значит этой самой Америки В пятистороннюю сделку по Ирану Ну говорить это одно А что он будет делать это другое Получится ли у него Да ведь надо понимать Что почему Трамп вышел из этой сделки Ну потому что Очень сильное произраильское лобби Было крайне недовольно этой сделкой Ведь суть то не в том Что Трамп например вот жил Жил и решил Как бы я выйду-ка я из этой сделки Да плевать он хотел на эту сделку Вот Он вообще об этом не думал Я уверен да Он просто тупо как бы просчитал Или ему посоветовали да Выйти из этой сделки По той простой причине Что Израилю это очень не нравилось Значит произраильскому лобби в Америке Огромному и очень влиятельному Это не нравилось И он вышел из этого Отсюда же были его шаги по Иерусалиму По переносу посольства То есть из Тель-Авива В Иерусалим и все такое прочее А что будет делать Байден Байден говорит А вот Байден теперь другой А что Байден возьмет и наплюет На это произраильское лобби Не так-то это просто А что Байден возьмет Как бы и наплюет На ситуацию с Израилем Да это не так-то просто Поэтому я думаю Что на самом деле Там все вообще будет Не так весело Как сейчас этим всем людям С СНН представляется Да Сейчас они конечно это Расслабленно блаженно улыбаются Вот Но взять и показать Например скажем Откат к политике Обамы По всем направлениям Будет не очень просто А это будет не так просто Потому что это тоже будет вызывать Целый ряд Целый ряд сопутствующих проблем Вот Потому что сейчас вот опять Вернуться в эту сделку Без условий Например давайте опять Так сказать Штаты переносут посольство В этот самый Из Иерусалима в Тель-Авив Ну это Туда-сюда гонять Да Это вызовет взрыв недовольства Например у всех Кто связан с Израилем У всех кто лоббирует Интересы Израиля В То есть финансовые круги Да В штатах В финансовые круги И все что с этим связано Потому что все это не так просто Вот опять же Да и с тем же Китаем Трамп понапринимал Всяких Дискриминирующих Китай Мер Но надо понимать Что да Китай это дискриминирует Но многим Американским производителям Это пришлось по душе Потому что Эти все вот эти Значит Всякие разные Ограничения В отношении Китая Они реально Лоббировали Интересы Там Целых секторов Американского бизнеса А что значит Взять и вернуть Хорошее отношение С Китаем Это значит взять И наступить на горло Вот этому Американскому бизнесу Который за эти 4 года Или за эти 2 года По крайней мере Да Как-то это самое Чуть-чуть поднялся На вот этих Рестрикциях В отношении Запретах В отношении Китая Это будет вовсе Не так просто Как кажется Типа раз-два Там все там СНН скажет Что все хорошо И так далее Я думаю Что Байден Столкнется с этими делами Но для того Чтобы ему не перегружать Свой мозг Чтобы он не закипел у него Чтобы последние извилины Не осыпались Я думаю Что его направят Конечно На то же самое Постсоветское пространство И все что с этим связано Сергей Александрович И напоследок Надо отметить Я заметил Как вам Как Политехнологу Брендирование Вот этих партий Вы наверное Обратили внимание Вы знаете У них у каждого Свой цвет У республиканцев Красный И синий Да У демократов Синий И вот например Они всегда в галстуках Если вот важные события Ходят именно своего цвета Всякие вот эти шарики Действительно животные Как вам вот это все Это же сделано Мне кажется На высочайшем уровне Да Но у нас осталось 30 секунд Не знаю Но я считаю Что да Конечно Нам над этим Работает огромное количество людей И в это вкладывается Огромное количество денег Но пожалуй С этим можно сравнить Только брендирование Коммунистической партии Советского Союза Не хуже было сделано Да Потому что профессионалы работали тоже Это точно И огромные ресурсы Так сказать На это затрачивались И главное Что оно было всеобъемлющим Вот может даже брендирование КПСС было и покруче И более всеобъемлющим Чем у демократов Республиканцев Сергей Александрович Небольшая у нас пауза Железная логика